Всем доброе утро! Сегодня у нас понедельник, 20 минут 10 утра. Я приготовила себе завтрак. Богдан встал раньше, уже позавтракал, сухие завтраки с молоком. Я приготовила себе яичницу. Сейчас буду делать себе чай и Богдану чай. И мы позавтракаем. И после завтрака мы собираемся ехать с Богданом в парк партизанской славы, гулять. На улице хорошая погода, жарко, солнце. Мы едем вдвоем. Женя не едет, он как-то разбито себя чувствует, спина болит. В общем, будем гулять вдвоем. Поедем. Буду снимать тоже сегодня день из жизни. Все, мы уже собрались. Будем сейчас выезжать в парк. У нас очень сегодня жарко. Сегодня буквально под 30 градусов жары. Просто зной какой-то на улице. Жарко, поэтому мы сегодня легко оделись. Но я майку боюсь одевать, мы обгоримы. Богдан в рубашке, но она очень легкая. Все, пока мы собирались, Богдан тут навел порядок у себя в комнате. Убрал. Все, будем сейчас выезжать. Гулять на природу. Мы уже вышли. Идем к маршрутке. Едим мороженое перед парком. Взяли издом, мы вчера покупали. Потому что в парке очень дорогое мороженое. В прошлом году мы там купили мороженого на двоих. И нам это обошлось в 120 гривен. Купила еще воды, сока. Богдану взяла бутерброд с сыром. Себе ничего не брала. Я думаю, я переживу. Погнал Богдан вниз. Говорит, можно я с горки прокачусь? Я говорю, только в стену не ударься. Ну как, прокатился? Прикольно? Да. Пошли. Пошли в парк. Сейчас намного красивее в парке, чем несколько лет назад. Даже лет пять назад. Сейчас просто супер облагорожено, красиво. Не дико. Вау, мы на машинках пытались с мамой. Да. Озеро. Некоторые уже позалазили. Зелень сейчас в июне просто супер насыщенная. Все такое зеленое. Что ты там хотел показать? А? Что ты хотел показать? Самокат так не бросай на дороге, могут украсть. Я его вижу. А что ты хотел показать? И мне оказалось, что это, ну, учительница. А, учительница. А, ну ты ошибся? Я хоть это и хочу посмотреть, не ошибся. А, ну пошли. Какая учительница? Светлана Ивановна? Не из школы, скажу. А из лагеря. А, из лагеря. Вряд ли сейчас лагерь не есть. И сегодня выходной. Вряд ли бы лагерь работал. Все, мы уже отходим от озер. И углубляемся в более лесную парковую зону. Сошли с Богданом на площадку платную. Попросился. И я с ним зашла. Такая вот площадка. Я помню, я тут маленький, наверное, стоял и крутил. А сейчас мы... Когда маленький был? Да, а сейчас мы уже садим. Понятно. А идем посмотрим, что тут еще есть. Покажи мне. Ты же был здесь? Уже залазил. Здесь можно на эту сетку залазить? Да, бесплатно. Залазь. Я через полоски. Хорошо. Потому что я полосками не делаю. Давай. Не упади на ребенка. Как большая паутина, да, Бодь? Это домик. Я раньше сюда заходила. Да, и что там? Только тут очень тесно. Ку-ку, ты где? Только тут очень тесно, потому что я маленький. Ну да, маленький домик. Вот эта машинка тут есть. А тут все обновили. Вот этого не было. Можем полазить. Прикольно. А вон какая, смотри, домик с сеткой, с лесенкой. Я видел. Пойдешь туда? Хорошо. Давай. Вот это? Да. Здесь лен. Пробую вот так. Давай. Давай. Сейчас легко. Легко? Да, тогда было сложно. Когда? Когда я маленький. А, ну да. Держись там за эти штуки. За тросы. Это домик рыбака. Давай, попробуй. Вот, да. Давай я тебя толкну. А тут мне нельзя кататься. Нельзя? В смысле? Не, вот. А, видишь вот так. Держись. Какая прикольная площадка. Это такая лестничка просто. Для более маленьких деток. Ну да, это точно. Угу. А вот это было, я помню. Угу. Ну, такой, да, обычный домик с горкой. Только такой с горкой, что я не могу прессить. Ну, нагнись. А тут должно быть прикольно быть. В этом домике должно быть прикольно. Там, тут, видите, паутина. Да, залазь. Сейчас за лестницу. Ты там смотри. Там смотреть, хорошо. Сейчас я привел тут к тебе. Подожди. Ой, какой маленький вход. Угу. Я хочу попить. Я не могу. Давай, я хочу попить. О, паутина. Только я тут раньше падал и кричикался. Да? Да. Специально. Прям форт Бояр. А? Форт Бояр. Хорошо. Такая передача была, когда я маленькая была. Там препятствия преодолевали. И тут вы. Угу. Через который я, наверное, вылезу. Давай. Так. Давай я тебя в космос буду отправлять. Притягиваем тебя сюда. И разгон. Ух. Давай ко мне назад. Прилетел. Ух. Так и руки накачаю. Мы уже ушли с площадки. Я уже говорю, Богдан, пошли. Там так шумно. Там так много народу стало. У меня уже от шума, от гамма, от гвалта детского уже стали... Голова стала болеть. Сейчас еще пойдем дальше по парку прогуляемся. И будем потом уже двигаться ближе. Что? Удавь. 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 Ну, в смысле. Так я же не говорю, что прямо сейчас. Мы еще долго будем гулять. Вот идем дальше катаемся. А ты слишком много начинаешь сейчас ныть. И это значит, что ты устал. Если ты ноешь и устал, это значит, что домой надо ехать. Ну, так не ной тогда. Ну, так если ты не хочешь домой, то не ной тогда. У нас тут в парке есть металлические деревья. Из металла сделанные. Три штуки здесь. И, возможно, еще где-то. Но я не вижу. Может, только здесь. Бодь, идем. Мы уже пришли домой. Обедаем. Богдан ест спагетти с соленым огурцом, помидором, черешню, клубнику, компот. Я сейчас себе заправлю салат, который я показывала уже с кальмарами, с пекинской капустой. Майонеза только нужно добавить. И мы сейчас планируем лечь немного поспать, отдохнуть днем. Потому что нагулялись, а вечером нам на 8 часов еще на танцы. Богдану идти на танцы. Вот, поэтому нужны еще силы на вечер. И будем днем отдыхать. Мы уже все поспали, встали. Я готовлю ужин. На ужин варю рис. Там у меня в мультиварке. И присыпала уже приправой свиную вырезку. Сейчас буду жарить на сковородке. На улице жара. Вообще, я посмотрела эту неделю, всю неделю будет жара под 30 градусов. Так все очень сильно хотели жару. Но сегодня меня что-то пришибло этой жарой. И Богдана тоже. Мы вообще ели, в общем, как-то пришли в себя. В обед уже днем стало очень жарко. Короче, так с непривычки летний зной. Так он долбит по мозгам. Вот, ладно, будем адаптироваться. Сейчас вот варю, буду точнее готовить еду, потому что вечером у нас танцы. И уже вечером на это не будет времени. Чай нам завариваю. Я люблю чай горячий. Всегда, в любое время года. Дожариваю мясо. Вот такой вот шашлычок у меня получается. И пахнет, как шашлык, потому что приправа, как с дымком. Не первый раз уже так готовлю. Очень вкусно получается. Все, еда готова. Рис, мясо. Я просто вот так подумала, что зря мы не спроектировали на кухне кондиционер. Мы уже с Богданом вышли. Идем на танцы. Вечером стало немного полегче. Но, честно говоря, мы сегодня, когда были в парке, я, по-моему, перегрелась. И даже как-то получила тепловой удар. У меня красное все лицо. Обгоревшие руки. И какое-то такое состояние, так чуть как-то подташнивает или что. Ну, какое-то такое недомогание. Наверное, немного перегрелось. Нужно быть аккуратнее с этим резким... Ой, боже мой. На мертвого голубя чуть не наступило. С этим резким потеплением нужно быть более аккуратным. Там Богдан балуется. Мы сейчас поедем в торговый центр посмотреть Богдану летние босоножки. Совсем вот открытые босоножки. Потому что я посмотрела на погоду, на прогноз погоды. Целую неделю будет жара, около 30 градусов. Поэтому нужно купить открытую обувь. На неделе с ним я не смогу пойти. Так что сейчас вот пойдем перед танцами. Бодь, пошли. Богдан в новой футболке, в новых шортах, которые мы купили в эпицентре, в магазине детском. И что у тебя, наклейка? У меня еще один динозаврик. Это я динозаврик. Когда смотрят на меня, то понимают по наклейке, что я динозаврик. Понятно. Фух, мы уже идем к танцам. Это была суперскоростная покупка босоножек. Но мы, кстати, прикольные босоножки купили. Так начали перебирать. Перебирать уже, смотрю, не успеваем. Но в конечном итоге раз. И как раз вот взяли. И там одна пара вообще идеально подошла. Только карточку я дома забыла. Так спешили. По номеру телефона не пробивают. Мы спешили. И тренер как раз написал в группе, что сам на 15 минут опаздывает. Так мы сейчас не спеша идем на танцы. А то мы зашли в этот магазин. Покупали босоножки в территории Ныских Тин. Как раз нормально. На сезон. Недорого. Можно купить. Все равно он или убьет. Обувь за лето. Или перерастет ее. То как раз за 450 гривен. В самый раз. А я как раз вырву колосок с корнями. Колосок с корнями? Да. А, понятно. Корень. Не видно. Плохо видно. Вечером поприятнее гулять. Все. Мы уже идем домой. После танцев уже начало 10-го. На улице просто прекрасная погода. Очень комфортно вообще. С удовольствием так вечером прогулялась. Хотя пришлось побегать. Купила еще продукты, пока Богдан был на танцах. Занесла продукты домой. Потом побежала обратно на танцы за Богданом. Он там меня уже ждал. И сейчас мы наконец-то идем домой. Я покажу босоножки, которые мы купили. Очень, кстати, классные. Сегодня был такой влог выходного дня. Ласточки поют. Сумерки уже такие. Тепло. Завтра на работу. Завтра мы с Богданом поедем к бабушке утром. У нас такой график. К бабушке. Потом няня забирает. Все. Уже положила Богдана спать. И перед окончанием влога покажу вам наши новые босоножки. Вот такие вот босоножки. Ну, какой-то, знаете, стандартный такой Китай, который продается в недорогих магазинах. Но они очень нравятся мне, как они выглядят. Очень стильно. Красивое сочетание цветов. Искусственные материалы. Но ничего страшного. Как раз на лето, на один сезон, все равно перерастет. Вот поэтому как раз нормально. 34 размер. Изнутри стенка как будто бы искусственная замка. Такая мягенькая. Все. Поэтому мы при полном параде. На этом я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.